Всем привет! Это опять разбор планировки и опять в ЖК Соха. И снова четырехкомнатная квартира. Поехали! Ну что такое? Рекламная пауза, ну что такое? А это рекламная пауза, товарищи, в которой я расскажу вам о своей услуге. Называется она «Разбор планировок». Дело в том, что вы можете прислать мне планировку своей квартиры, а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний, которые я применю и сделаю так, чтобы ваша квартира стала удобной, функциональной и в будущем красивой. Ведь планировка – это 50% всего дизайна, как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире. Обращайтесь, ссылочка в описании. Начну с описания. Ну нравится мне их копирайтер, пишет волшебно. Самые красочные закаты в Соха написано про эту четырехкомнатную квартиру. Открытая планировка с возможностью обустройства стильной гостиной, приватной мастер-спальни и отдельным санузлом гардеробной и лоджии. Ну, разве не песня? Это же просто восхитительно звучит. Давайте разбираться, что такое открытая планировка с возможностью обустройства стильной гостиной, приватной мастер-спальни и отдельным санузлом гардеробной и лоджией. Открытая планировка имеется в виду, что это квартира со свободной планировкой. А здесь, видимо, перестали говорить свободной, говорят открытой, предполагая то, что вы можете перепланировать так, как вы бы хотели. Ну, то есть как-то по-другому. Но на самом деле здесь возможности перепланировки, они, конечно, есть, да их особо-то и нет. Сейчас покажу, почему я так думаю. Дальше. Обустройство стильной гостиной. Ну, это уже вопрос дизайна, на мой взгляд. Конечно, планировка это важна, но вот стильность, в общем-то, это уже вопрос больше дизайну. И приватная мастер-спальня. Приватная мастер-спальня здесь получится. И, кстати, в этом они большие молодцы, что заботятся о родителях и выделяют им мастер-спальню. Вот в четырешках это получается, а в трешке, которую я первую разбирал, не получилось с мастер-спальней как-то. Ну, как-то вот не срослось. Ну что, поехали. Коридор. Заходим. Это прихожая 12 квадратных метров, но здесь еще приплюсован кусочек коридора. И, кстати, дальше есть второй коридор, который 10 квадратных метров. И общая площадь коридоров 22 квадратных метра. Но это уже победа. В предыдущей четверке было 30 квадратных метров коридоров. Если умножить хотя бы на 100 тысяч за квадратный метр, то это получается... Что, 3 миллиона, что ли? 3 миллиона за коридор? Да ладно! А здесь что, 2 получается? 2? Охренеть! Коридор 2,5 миллиона. Это пипец, ребята. Ну, я не знаю. Ну, вам решать, конечно. Ну, коридор за такие деньги. Ну, ладно. Ну, ладно. Мы могли бы поставить стенку и сделать гардеробные. Но мы сделали ставку на свободу творчества. Так пространство будет работать максимально. Но мы не про это. Мы про планировку. Итак, коридор. Сюда ставим большущий шкаф. Еще место остается, чтобы даже консоль какую-нибудь поставить. Пуфик. И все хорошо. Идем дальше. По коридору вдоль общего пространства. Тут вот есть кухня-ниша. Знаете, в чем минус кухни-ниши? Вот я понял, в чем минус. Мы кухню можем располагать, именно кухонный гарнитур. Только вот в этой зоне. Понимаете? То есть, если вы захотите поставить кухню вот так, а еще вот так вот остров, то этого сделать нельзя. Потому что уже залезли на жилую комнату. Вот в чем фишка. Понимаете? Вот эта вот игра с жилым пространством и с кухней-нишей, она сделана ради того, чтобы, ну, типа, жилой площади было побольше. И как бы при продаже это выглядело более так продаваемо, вот вам больше жилых квадратных метров. А кухня-ниша вот поменьше, санузлы поменьше. Ну, с коридорами, правда, у них не получилось поменьше. Ну, поняли смысл, да? Так вот, это приводит к тому, что если мы хотим кухонный гарнитур какой-то другой с островом, то по закону этого сделать будет нельзя, потому что просто кухню мы сюда не можем выдвигать. Ну, насколько я знаю, конечно, как отдельный предмет мебели, вот эту большую тумбу, типа, а-ля остров, поставить мы сможем. Но подключить его к воде, к электричеству уже, наверное, нет. Вот, так что вот вопрос такой. Ну, ладно, предположим, что это сделать можно. Вот сюда остров, сюда кухню, сюда, конечно же, стол обеденный. И дальше, конечно же, как-то диванная группа с какими-то там креслами, диванчиками, коврами и телевизором. Вот, нашим главным местом поклонения. И тогда, да, все получается. И даже вот эта вытянутость играет нам на руку, потому что здесь все красиво, гармонично располагается. Вообще нет вопросов, все супер, и все будет стильно. Даже не обманули. И много окон, в общем, класс. Идем дальше. Попадаем куда? Попадаем в жилая комната. 13 квадратных метров. Наверное, это детская. Или кабинет. Ну, норм. Дальше идем. Жилая комната 16,5 квадратных метров. Тоже, наверное, детская. Отлично. 16 квадратных метров. Отлично. А вот дальше большой коридор. Зачем он такой большой? Ну, не очень понятно. Ну, может гимнастический зал там сделать, или спортом заниматься. Шведскую стенку, или шкаф вдоль стены поставить. Какой-то огромный гардероб. Но все равно останется большое пространство. Оно, конечно, хорошо, когда есть большие холлы. Но тут, как говорится, не знаю. Это просто проходная магистральная зона. Ну, бог с ним. Идем дальше. Попадаем в жилую комнату. Здесь все классно. Здесь есть шкаф. Можно поставить второй шкаф. Отсюда мы попадаем в свой санузел. 7 квадратных метров. Очень хорошо. Можно и ванну, и душевую поставить. И унитаз, биде, и раковину большую. И место тут вот в спальне под кровать остается. Короче говоря, мастер спальня удалась. Знаете, с чем опять промахнулись? С детьми. Где дети мыться будут? Вопрос. Куда пойдут мыться дети? Остался санузел 2 квадратных метра и санузел 1,8 квадратных метра. Куда ванну поставить? Где им мыться? Теряется весь смысл мастер спальни, потому что дети, чтобы сходить в ванну, будут бегать к родителям в их ванну. Тогда вопрос, что это за мастер спальня получается, когда ко мне дети бегают. Ну, в общем, как-то так. Не очень премиально опять-таки получилось, на мой взгляд. Можно ли увеличить? За счет коридора мы не можем, потому что здесь вентиляционные шахты. В эту сторону за счет коридора можем, но тогда мы жилую комнату уменьшим и вторую тоже, чтобы сделать коридор, через который мы будем проходить, в спальню. Ну, какая-то такая вот история получается. Судите сами, насколько это хорошо, премиально и стильно. Ну, я, насколько мог, адекватно разобрал, как мне кажется. В общем, пишите в комментариях, насколько это так. Пальчик вверх, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Всем пока. Да пребудет с вами муза. И хорошая, гармоничная, удобная планировка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова